Никаких там сгущенок, вот, чаев, нет, этого никто не делает. То есть, если необходимо, то помогают, подсказывают, как правильно рассаживать грудь, чтобы действительно женщина там не навяла его и не возникла в результате воспаления, чтобы она оттягивала сосочек, если это необходимо, чтобы это было все сделано правильно, грамотно и так, как это необходимо. А вот если ситуация такая, что говорят, вот у меня нет молока, или у меня мало молока, да, говорит молодая мама, что-то назначить мне что-нибудь, чтобы оно появилось. Бывает такое? Бросит, да, но я же говорю, вот эти вот чаи со сгущенкой, то есть, это уже тоже вчерашний день, то есть, что рекомендуют? Да, рекомендуют просто, вот, ну, самое простое, это просто бильное питье. То есть, да, вы можете там выпить побольше там чая, попить, да, там, какого-то узварчика, но опять-таки, тот, который можно, то есть, вот, компот из сухофруктов, который разрешается, зеленый чай, пожалуйста, отказа в этом тоже нет. То есть, вот, питье. Если уже это не помогает, тогда, может быть, не скажу, не владеют информацией, какие-то вот существуют дополнительные там, но стараются как-то все больше естественным путем. Ну, я думаю, что, смотрите, даже если все 70 с чем-то там процентов, которые были настроены, и они хотят, и вдруг в какой-то момент что-то не получается, не является ли проблемой то, что изначально, вот, беременную женщину настраивают на то, что или ты кормишь грудью, или, дорогая, ты плохая мать. И если ты грудью не кормишь, то общественность на тебя покажет пальцем, все станут в кружочек и скажут, она плохая мама, она не сделала все для того, чтобы они у всех получаются ведь. Может быть, какие-то наследственные факторы. А вот как быть таким женщинам, которые очень хотели, ну вот в силу каких-то обстоятельств, может быть, операция, может быть, действительно что-то тяжелое в родах, может быть, не сразу ребенка вообще могли маме отдать, может быть, недоношенный малыш, и потом он не берет грудь. И приходится кормить смесью. Вы знаете, как бы, вот таких мам, до которых у меня есть таких много, ну как бы мы общаемся с девочками, помогаем, есть такие мамы, действительно, вот, есть девочка одна, у нее трое детей, хорошая мама и все искусственники, потому что действительно не пришло это тот случай, мы пытались, но действительно вот она попала в те 2-3 процента, но нет молока. И вот, что показательно, вот эти мамы, которые действительно, ну вот никак, у них нет таких вот, кстати, угрызений. Она поймешь, она сделала все, не от нее зависит, у нее было там несколько дней, то есть, а есть, а вот те вот угрызения, особенно у тех мам, которые не понимают, что вот где-то вот, ну, все равно, обычно, когда мы раскручиваем клубок, почему нет молока, вот 6 недель, все, лактационный кризис, начинаем раскручивать, ага, вот ночью 7 часов интервал был, тут у нас 4 часа, ребенок, ну, там много проблем, как бы, раскручиваются, и уже ничего не поймешь, а мама уже привыкла к этому ритму, ей хорошо, она спит ночью, прекрасно, дал бутылочку, спит, и вот у этих мам есть угрызения, и вот на форумах обычно, это такая тема болезненная, грудного вскарливания, они говорят, вот их просто, ну, раздражает, вот аббревиатура ГВ, это как красная тряпка, вот именно для тех мам, о которой мамы понимают, и есть вот это же, мамы на искусственном вскарливании сами, они пропагандируют и говорят, кормите, то есть, они своим подругам говорят, надо кормить, то есть, они помогают, поддержка, что, а есть поддержка такая, смотрите, у меня не получилось, и вот такая какая-то вот, вот не то, что, ну, зависть, а и ты не парься, и у тебя, то есть, ничего, у меня вырос, и у тебя вырастет, и вот таким образом… Ну, ведь вырастут же. Вот, а вот теперь, право слово «вырастет», то есть, все говорят, а вот что-то вот с этим ГВ, то есть, какая разница, ну, все выросли, вот именно, а теперь посмотрим, как бы все выросли, вот в чем, как бы, на мой взгляд, проблема. То есть, человек – это такое существо универсальное, мы приспосабливаемся к любым условиям, мы живучие. И, конечно, дети тоже, они приспособятся и к смеси, и к адаптированию, раньше не было этих адаптированных смесей, приспосабливались, и к разбавленному молоку вырастали. Но когда это все, где оно выстрелит в 20 лет, в 40, мы уже ничего… Вот почему грудную скормление такое важно, я думаю, это всех касается. Даже кто не кормит грудную, потому что мы все когда-то либо нас кормили, либо не кормили. Когда это выстрелит, то есть, нет, вот были исследования, ни долгожителей, кого не кормили грудью. Нет, их просто не существует. А когда это все? Ну, это уже зависит еще генетически, да, из каких-то факторов. У кого-то и все нормально будет. А в 50 лет начинается хронический букет. Бабушки ходят, а диабет, уже известно, ожирение, атеросклероз – это все отдаленные эффекты грудного скормления. Наталья, а как вы думаете, как действительно не впасть там в отчаяние, да, и не испытывать угрызения совести, если не получилось? Ну, вот так психологически. Ведь настраивается, наверное, большинство, да, как показывает исследование. И у всех же получится. Или у всех? Нет, вы знаете, ну, если действительно складывается такая ситуация, что вот, при том, это, как правило, действительно мамочки, которые очень стараются, очень стараются, которые очень этого хотят. Вот, и мне кажется, что если наступает такой момент, что нет, не получилось, то, конечно же, они находят альтернативу. Да, они переходят постепенно на смеси. Это, я же говорю, это, я говорю, в том случае, именно действительно, вот 2-3 процента, за которые только что сказала Лена, что вот да, вот, вот, вот все. То есть они перепробовали, да, там, иссаживание и какие-то другие методы. И все-таки нет. Вот, да, вот в таком случае я согласна, когда мам, и они нормально совершенно себя спокойно чувствуют, но может быть не угрызение совести, может быть у них просто вот такое желание, конечно же, больше вот кормить грудью, да, остается, а не вот с бутылочки. Потому что вот этот контакт мамы и ребеночка, который происходит при грудном скармине, конечно, они заменят ничего все-таки. А вы можете рассказать тогда немножечко о следующих шагах? Что дальше делать для того, чтобы не возникало проблем? Вот родился ребенок, дай бог, все в порядке, все здоровы. Хорошо. Приложили к груди. Вот, вот самое-самое. Что происходит? Вот почему, да, вот почему ввели, вот я же говорю, вот еще там 5 лет тому назад, еще 5 лет тому назад ребеночка забирали и приносили только через 12 часов к маме, да? Значит, почему убрали это? Вот первый шаг был совершен, то есть сразу после рождения ребеночка выкладывают маме на грудь. Через полчасика, когда ребеночек уже адаптировался, он тоже, как и мама, отдохнул от родов, значит, его прикладывают к груди. И уже с этого момента происходит небольшая, то есть тогда, когда ребеночек заглатывает мамин сосок и начинаются вот эти вот сосания, значит, опять-таки, уже в этот момент у мамы есть молозиво. А молозиво – это тот продукт, который очень-очень ценен. Соответственно, он это кушает. И вот таким вот способом он уже вырабатывает постепенно и подготавливает маму к тому, что у нее скоро прибудет молоко. Это вот первый шаг. Второй шаг – тогда, когда, опять-таки, маму с ребеночком переместили в палату. Да, вот как у нас в роддоме, то есть мама с ребеночком находится. Мы рекомендуем, чтобы ребеночка, ребеночка, значит, мамочка кормила, но от двух до пяти часов, чтобы вот кормление, то есть не затягивалось. То есть стараемся через два-три часа, даже если ребеночек там… Вы интервал имеете в виду? Интервал, да, самое максимальное – это вот пять часов. Самое максимальное. Больше перерыв делать нельзя? Нельзя. То есть если ребеночек спит, то желательно его или растармошить. А лучше всего все-таки это там через два-три часа до четырех часов. То есть это тоже уже наталкивает на то, что ребенок вот может там… Да, маме хорошо, вот как Глена сказала, маме замечательно. Ребеночек спит, она отдыхает, значит, никого… Но это тоже замедляет вот процесс выработки молока и может привести в дальнейшем к тому, что молоко будет там перегорать. Вот. Ну и в принципе еще такой момент, то есть рекомендуем там не всем, потому что ребенок должен съедать молоко, как бы сцеживание. Для кого-то это приемлемо, потому что иногда бывает, когда прибывает очень много молока, вызывает здесь у мамы дискомфорт. Вот. И мы рекомендуем, чтобы не было этого дискомфорта, что вот на сейчас ребеночек съедает меньше молока. То есть он съедает, допустим, меньше, чем вырабатывается в груди, что надо вот, допустим, съедить. Но это тоже, с другой стороны, способствует тому, что молоко будет вырабатываться. Чем больше съедает ребеночек, тем больше вырабатывается молочек. То есть важно здесь искать баланс. Да, да, да. Елена, какие самые главные ошибки Вы можете назвать вот в этом процессе обучения мамы и ребенка, их привыкания друг к другу, чтобы все было хорошо, чего не следует делать? Ну, вы знаете, просто сейчас в наш век информации очень много информации. Основной источник, мы отправляем опять же опрос, это интернет. 70% пользуются интернетом. Вот. И самое, что меня после опроса поразило, что почти 50 на 50 у нас два лагеря так разбилось, и вот эти два лагеря мы так враждуем на форумах, ну, в кавычках враждуем, конечно, хотим доказать друг другу, то есть уже это недоказуемо, но привести какие-то аргументы. То есть одна половина считает, что колоссальное различие между смесью и грудным молоком, то есть не могут они даже сопоставимы. Другая половина считает, что у нас смесь максимально приближена, то есть где-то там чуть меньше, но почти. Современная смесь. Да, и вот если мама, вот у нее такой источник информации, она с более легкостью, то есть вот ребенок, смотрите, есть основные причины, когда не хватает молока, есть объективные, это по пицце мы смотрим, вес прибавка, но не может без проведения теста на мокрой пеленке, сколько пицца, сразу бежать за смесь, потому что ребенок просто плачет или висит на груди. То есть нужно сначала знать вот эти определенные правила. И вот все как бы с интернетом, все знают. И мы вот в вопросе так поставили небольшие, ну, проверка мамины знаний. Опять же, перечислили все контрольное сцеживание, контрольное взвешивание, то, что кажется, некоторым мамам это показать, а не показать. Основные-то, опять же, сколько ребенок писает за сутки и динамика веса за неделю. Все, ответили 10% правильно, все остальные не ответили. Они приводят там мягкая грудь, ребенок подолгу висит. То есть, и вот эта мама, опять же, информация есть, а качество вот этой информации, ну, честно говоря... Ну, мы просто не знаем, что значит, что ее ребенок наедается, и все в порядке. Да, вот, например, да, сцедите и посмотрите, сколько у вас. А мама не может сцедить, просто она сцедила 10 минут, у нее ничего нет. Она говорит, ой, у меня нет молока. А оно есть, но сцедить именно она не может. А это может только ребенок сделать. Ну, это раз, а второе есть там именно сцеживание, мы только переднее молоко, заднее мы не можем. Опять же, это показали то, что мажут. Так ошибка, собственно говоря, в чем главная? В том, что мама неправильно оценивает ситуацию? Ну, не то, что именно, может быть, подготовка информационная, как бы хотят. Вот, я тоже хотела сказать, что именно подготовка информационная, правильно ли я наговариваю? То есть, скорее всего, вот именно недостаток молока. 30% имеют проблемы с недостатком молока, 33 даже, по-моему, процента. Из них, вот именно объективно, которым детям нужна была там смесь, допустим, их намного меньше. Остальные, ну, это мамы, которые не знали, если мы бежим сразу, покупаем смесь, его, естественно, меньше и меньше, это уже такой замкнутый круг, и в результате все, в три месяца он закончил благополучие. То есть, если бы мама знала, то она сказала, перед тем, как купить эту смесь, сделайте определенный, посчитайте, сколько он писает. Прекрасно, все нету, все у вас хорошо. Нет проблемы, не надо никуда бежать. Под финал. Последний вопрос, у нас совсем мало времени, но все-таки, в чем причина того, что вот, ну, эта ситуация, она все равно не идеальна. Это виноваты производители искусственных смесей, виноват современный ритм, темп жизни, когда женщина хочет как можно быстрее вернуться, да, ребенка, няне, и вернуться в общественную жизнь, профессиональную и так далее. Или какие-то еще другие причины. Очень коротко. Ну, я считаю, что все-таки недостаточно информации. То есть, хотелось бы, хотелось бы, с чем мы сталкиваемся, что первую информацию по поводу грудного скамливания женщина получает очень мало. То есть, те, которые получают из интернета, которые читают, которые приходят уже подготовленные в роддома. То есть, в основном, это идет именно объяснение в роддоме. То есть, хотелось бы, чтобы это было более распространено, чтобы женщины уже подходили. То есть, они уже знали, придя в роддом, чтобы с ними было больше школ, чтобы в тех же, например, женских консультациях с ними работали намного больше. И им больше рассказывали. Это раз. И второе, ну, это на мое тоже мнение, что все-таки, наверное, да, вот хочется мамочкам быстрее, 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 то есть, вот… То есть, это темп жизни. Да, 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 вернуться. Ну, я думаю, нет, ну, не совсем как бы подправлю. То есть, первое, мы тоже сделали уровень информации в женских консультациях. Те, кто прошел и кто не прошел, одинаково. А в частных центрах действительно есть разница колоссальная. В женских консультациях, ну, по большому счету, многие очень нового практически ничего не открыли. Вообще-то без души там персонал подходит к вопросу. Ну, это формально, да, так скажем. Это не секрет. Это и как бы… Хотя есть несколько, несколько есть мест. Но опять, это подготовка к родам. По грудному там тоже не очень. Второе, что мне кажется, что сейчас наша, как бы, даже не проблема, установка в обществе, что норма – это искусственное оскарливание. Везде, в любом фильме, в любом эта бутылка, вот журнал «Мой ребенок» везде продается, открыли, везде смесь. Это лучшее питание, но оно постознательно. А грудной – это идеал, это только там избранный могут. А должно быть, грудной – это такая норма, это вообще как вот воды. А то есть, миф, потому что это сложно, и это трудно, и это тяжело работать. А искусственное – это намного ниже. А у нас, наоборот, получается, что мы грудной где-то высоко, а норма вот эта. И мы хотим вот немножечко, чтобы мама меняла свой взгляд, что искусственное – это как бы действительно самый крайний, вот просто когда вот действительно вопрос о жизни и смерти. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня сюда, и за то, что мы немножечко хотя бы подняли эту проблему и попытались объяснить, что это не так сложно. Неделя грудного оскарливания как раз. Это с 1 по 7 августа, и во всем мире отмечается Международная неделя поддержки грудного оскарливания. Всех, кто имеет отношение к этому празднику, тогда мы с вами все втроем и поздравляем. Всех мам и детей, которые уже выросли. Спасибо вам за то, что делаете большую такую важную, наверняка важную, и точно знаем, что важную работу. Надеемся, увидите вас здесь еще в этой студии. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»